Нет вагонов, нет дорог. В Закарпатье строительство новых автотрасс, которая начиналась с большим размахом, поставлено на паузу. А все из-за того, что в область невозможно завести материалы для производства асфальта. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Почти километр вот этой новенькой дороги в Мукачевском районе проложили всего за 6 часов. Невиданная скорость работ для здешних мест, признаются жители. Тендер на строительство выиграла румынская фирма. Перевезла современную дорогую технику, но не тут-то было. Асфальтовкладчик Штефан уже который день сидит без работы. Работы остановили, потому что нет асфальта. Купить его в Закарпатье невозможно. Привозили грузовыми составами из других областей. Закупать за границей тоже нельзя. Ведь тогда он будет стоить дороже, чем предусмотрено тендером. Румынские предприниматели беспокоены, что из-за этого форс-мажора не смогут выполнить договорные обязательства. Мы можем укладывать каждый день полтора километра дороги, но нет асфальта. Такое в нашей практике впервые. Даже не думали, что столкнемся с такой проблемой. По словам губернатора Геннадия Москаля, поставки асфальта прекратились, потому что Укрзалезница не предоставила для этого нужного количества вагонов. Почему-то вагоны перекочевали с государственной властью, в приватную властью. Сегодня ни один поезд, грузовый крым экспортно-импортных, те, что идут за кордон, не едет. В Укрзалезнице признаются, половина вагонов действительно в частной собственности. Их используют для импорта и экспорта товаров. Остальные, а это около 32 тысяч вагонов, либо устрелили и пришли в негодность, либо брошены на перевозку угля по госзаказу. По плану, 16 километров новой дороги, которую строят Румыны, соединят три района Закарпатья. Мукачевский, Свалявский и Береченский. Там должны проходить новые туристические маршруты. Таким образом, власти планируют дать толчок развитию депрессивных горных сел. Отказываться от идеи в облгосадминистрации не собираются. И уже пообещали строителям, асфальт скоро будет. Богдан Вербицкий, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.